вот такой у нас сегодня бложек чуваки я записываю этот бложек и одновременно введу стрим в инстаграм в общем ну не суть всем инстаграмчикам передаю привет так передает передавайте быстро привет все быстро передаем привет и подписываемся на инсту ссылки будут в описании давайте чтобы не тянуть кота за резину я сегодня с вами буду говорить как вы уже поняли из названия про вот эту замечательную камеру это panasonic lumix s1 не s1 age об этом немного позже это именно panasonic lumix s1 который мне любезно заслали чуваки из фотопарка ссылки будут в описании ребята это мои всамделешные друзья это единственный магазин на моей памяти где можно торговаться то есть ты приходишь в магазин и говоришь чуваки таран сказал что я могу получить какую-то ссылку да все вот на тебя без проблем тебе ссылку отправка по регионам странам можно даже в японию обратно отправить потому что этот панас у них стоит дешевле чем в стране производителя это факт итак погнали сегодня у нас резюмирующий видос по panasonic вот там установлен panasonic там же установлена еще одна камера не скажу какого производителя сегодня этот видос я буду записывать непосредственно на этот panasonic и на еще одну камеру про которую я вам скажу но вы можете только догадываться что за камера и в течение всего видоса я не буду говорить на какую камеру где что снято вы будете сами догадываться про то где же у нас panasonic а где же у нас вторая камера какого-то неизвестного производителя я дико извиняюсь за то что я смотрю выше сейчас у меня на тестах есть одна еще одна камера не скажу пока какая мне про нее пока еще нельзя говорить но я не могу смотреть в объектив когда я смотрю на шикарный такой вот и гранище который сверху показывает мое лицо и это на моей памяти первая камера которая в 4к так четко-четко ловит моего вот это вот замечательное личико вот так вот все короче поехали ну и сегодня у нас как вы уже поняли да у нас кит из того видоса со спаковкой у нас 51 и 4 лейка супер лейка блин 200 тысяч рублей вот это супер лейка стоит дороже чем вот этот кит камера да со вместе с объективом то есть потрясающая какая-то вещь вы знаете я сегодня решил как и вы уже поняли не рассказывать вам что на что будет снято сегодня у нас будет такой видос загадка хотя этот видос будет целиком полностью посвящен panasonic с1 я гонял его месяц и вот сегодня решил вам рассказать резюме свою выдать то такое вот свое какое-то мнение и сегодня мы с вами будем снимать все это на одну опознанную камеру это у нас panasonic s1 с надетым на него люмиксом 51 и 4 объекта за 200 тысяч рубасов 2 это у нас но не им камера она тоже полнокадровая она на тех же самых настройках то есть это полнокадровая камера с диафрагмы 14 там и там то есть разница что на второй камере не работает автофокус потому что на этой камере стоит объект тос за 5000 рублей купленный на авито и он таким образом мы как бы уравниваем на шанс этих двух камер и вы посмотрите я даю panasonic у фору на самом деле настройки у panasonic а точно такие же как и у второй камеры столь лишь разница что здесь мы пишем все 4к в 10 битной компрессии то есть у нас 4к 4 2 2 10 бит то есть это на самом деле очень круто я этим самым тоже даю фору обе камеры пишут в логарифмических кривых и вот все что вы сейчас видите все что я сейчас буду рассказывать вы видите это результат записи panasonic s1h с надетым объективом люмикс 51 и 4 это лейка на эль маунт и вторая у нас но не им камера с но не им объектосом но она тоже полнокадровая на тех же настройках короче наговорил наговорил за это вот все огромное спасибо чувакам из международного магазина photopark.ru проходите по ссылкам в описании это единственной памяти магаз в котором вы можете торговаться это в самом деле что и мои друзья то есть это не то что там чуваки мне присылают камеру нет мы с ними дружим как бы и у нас все нормально они меня прекрасно знают можете позвонить и сказать а если я тарана получу ли я скидку они тебе скажут да чувак ты получишь скидку и самое главное что является самым первым плюсом именно panasonic и почему рекомендую вам ходить именно к этим ребятам потому что они торгуют официальной белой техники то есть у них нет серость у них нет никаких сериков вся техника с наклейками вся техника с магазинной упаковки вся техника имеет официальную русскую гарантию локальную то есть то что является плюсом гигантским плюсом по носа это именно пять лет гарантии это но самая наверное первая вещь которая стоит задумываться вот именно в пользу покупки именно panasonic в преддверии вопросов таран типа почему не с 1 почему с 1 скажу что с 1 вышла немного позже точнее она уже была анонсирована был уже произведен релиз как бы ее можно было купить но на самом деле и как бы нельзя было купить на тот момент и поэтому ребята мне отправили именно с 1 но но здесь есть один нюанс моя камера с платной прошивкой которая расширяет возможности этой камеры практически до s1 h столь лишь разница что у нас отсутствует там пару каких-то нюансов по кодекам отсутствует пару каких-то нюансов по скоростям но в целом а вот примерно примерить на себя все возможности этой камеры я могу уже вот сейчас и сейчас вы видите вот на своих экранах именно действие 10-битного изображения в 4к и на второй камере вы видите 8-битное изображение но тоже в 4к 25 кадров в секунду я не стал записывать изображение с данных камер на рекордеры да я мог бы поднять еще выше планку кассе но я оставил все как есть то есть сейчас у нас это лангап я не вижу смысла здесь сделать сейчас all-intro то есть у нас здесь нет там шевеляющихся деревьев или там разливающихся волн или ряби там колосистости ржи то есть те самые вещи которые требуют вот такой кодировки сейчас вы видите вот говорящую голову меня я специально говорю много чтобы вот-вот-вот в полной мере насладились изображением с той или иной камер один из минусов этой камеры с которым я столкнулся это первая же съемка моя когда я получил эту камеру и на следующее утро поехал другой город я решил сделать эту камеру ведущей камерой вот во всех смыслах то есть я хотел есть снимать буквально все что мы там будем снимать это не свадьба это не ивент это вообще было другое как вы уже знаете если вы подписаны на меня это был баскетбол да вот как это ни странно и дело в том что в первые же 15 минут я столкнулся с полным отсутствием автофокуса об этом я поговорю позже да и в первые же в 15 минут я столкнулся с тем что я при переводе камеры в ручной режим я абсолютно не могу контролировать изображение на экране да я не могу контролировать сцену ввиду того что по умолчанию в этой камере изначально завода из коробки у нас включена фокусировочная лупа это самая маленькая конца которая появляется на и так ну не на здоровом видоискателе да именно на мониторе откидном мониторе камеры она просто тупо мешает тебе контролировать какие-то движущиеся объекты которые ты снимаешь то есть вот грубо говоря бежит на тебя баскетболист до и вот тебе надо этого баскетболиста как-то фокусировать потому что это полнокадровая камера я стараюсь открыть диафрагму для чего для того чтобы все что было за этим баскетболистом у нас перемещалась такую легкую-легкую зону расфокусировки для того чтобы от сделать акцент на этом баскетболисте да и просто для того чтобы картинка выглядела интереснее конечно же мне скажет опытный какой-то пользователь Panasonic, да, таран тебе надо было зажать там до 5, до 6, все бы было в гиперфокале, поставить там матрицу на кроп и сделать еще какие-то вещи, но нет, я не хочу иметь у себя картинку с экшн-камерой, у меня как бы полнокадровая камера с хорошим объективом, я хочу бокешечку, я хочу размытие, я хочу вот выделение какого-то объекта, но фокусироваться в этот момент, как это делает моя тройка или как это делает какая-то другая камера с хорошим автофокусом, я не могу вот в полной степени вот сфокусироваться на каком-то движемся объекте, я не могу и тем более, когда этот объект перемещается без моего ведома, тем более когда я не могу контролировать скорость этого объекта, вот все это вот в купе вот с этим маленьким окошком с отсутствием автофокуса вот все это привело меня просто в какое-то лютое бешенство это если уже речь зашла о том, что на этом канале мы с вами занимаемся тем, что показываем какие-то эмоциональные составляющие пользования этой техникой вы знаете, мою вот эту вот злость накопившуюся за первые два часа съемок еще усугубил тот момент, что я не смог сразу с лету быстро отключить вот это вот маленькое окошко фокусировки, то есть чтобы отключить его, мне пришлось залезть в меню, найти еще три пункта меню и вроде как по догадкам да, вот если этот нюанс называется фокусировочной лупой, ну по идее ты и ждешь название типа там увеличенный объект изображения там или еще что-то в Panasonic оно подписано совершенно иначе то есть все вот эти вот алгоритмы, по которым ты перемещаешься по меню, вся логистика меню, она сделана немного иначе чем на Sony, да, потому что я долгое время работаю на Sony, она сделана немного иначе чем на Sony, что ввело меня в некий ступор, то есть вот тут у меня есть маленький перерыв, вот у меня есть возможность поменять какие-то настройки, но я не могу этого сделать в течение 15 минут, потому что как уже потом я понял, чтобы отключить какую-то одну фокусировку, мне перед этим надо отключить какие-то зависимые от этой функции функции, то есть вот все, все эти настройки касающиеся автофокусировки, которые в принципе в этой камере нет, они вот свели меня просто с ума, я отложил эту камеру в сумку и я решил, что дальше я буду снимать своей старой проверенной камерой, у которой есть автофокус. Это вот, вы знаете, это для меня явилось таким вот прям жирнейшим минусом, который вот заставил меня сложить эту камеру на неделю на полку, да, причем мы на этой неделе снимали, еще делали какие-то съемки, я тупо с собой этот Panasonic не возил, не возил ввиду того, что вот из всех этих съемок мне не представлялась возможность снимать какую-то статику, снимать какую-то постановку, то есть я отдавал себе отчет в том, что при съемке быстро передвигающихся каких-то мишеней, каких-то целей, да, вручную крутить фокус и тем самым возвращаться там обратно в 2009-2010 год, у меня нет абсолютно никакого желания, поскольку я человек, который уже долгое время снимает на полнокадровую камеру с хорошим автофокусом, да, привыкший вот к этому автофокусному комфорту и уже создающий для себя прогнозируемые какие-то ситуации на съемках, да, где я могу в полной мере вот использовать те самые технологии автоматической фокусировки, которые мне и предлагают те камеры, которыми я пользуюсь на данный момент, здесь же все иначе, и вы знаете, изначально доставая эту камеру из коробки, я заметил эти предпосылки на плохой автофокус уже просто вот взяв камеру первый раз в руки, когда ты видишь сгруппированную в камере вот эту вот группу кнопок, которые позволяют тебе работать, вот эти, так скажем, группу хаткеев, которые позволяют тебе работать непосредственно с автофокусом, сконцентрированных очень удобно в одном месте, вот прям удобненько под большой фальчик, ты уже тогда, я уже тогда насторожился, думаю, блин, нахрена они сделали все три кнопки, а в одной кнопке есть еще и переключение, да, то есть там по идее получается у тебя 8 функций в одном месте, и все эти функции связаны непосредственно с фокусировкой камеры, что-то здесь скорее всего не так, да, и так и оказалось, то есть первое включение камеры, я смотрю меню фокусировки, и там меню фокусировки занимает аж, по-моему, 2 или 3 страницы, причем на странице там миллион каких-то пунктов, и все это позволяет тебе настраивать нерабочий автофокус, то есть как бы фактически он работает, и он работает только с помощью тебя, то есть на самом деле мы здесь имеем такое, знаете, как бы в автомобилях человек сказал, это вот полуавтоматическая коробка передач, то есть как бы она переключает сама, но тебе нужно что-то двинуть, тебе надо что-то нажать, то есть фактически это как бы ручная коробка передач, но она как бы при этом полуавтоматическая, то есть как бы фактически это автоматический фокус, но он как бы при этом не автоматический, потому что тебе постоянно приходится поднажимать вот эту вот чертовски удобную расположенную кнопочку автоматической фокусировки, Но она почему-то называется там AF-OM или AF-OFF, то есть как бы ты включение автофокусировки, отключение автофокусировки, но на самом деле эта кнопка позволяет вам просто тупо перефокусироваться на объектах. То есть камера, будучи обладая только лишь контрастным автофокусом, что такое контрастный автофокус, это когда за автофокус отвечает электроника камеры, контрастный автофокус никогда не сможет заменить классическую фазовую систему фокусировки, которая у нас находится вот в наших горячо любимых Sony, да, вот, в A7 III, V9, 6300, 6500, там где это все уже отлажено до такой степени, что я вам вот на полном серьезе говорю, Доставая камеру из коробки, включая, я последние полгода, я вообще не задумываюсь об автофокусе, то есть мне не надо думать о том, проведет моя камера объект, не проведет. Дело в том, что ты становишься избалован технологиями, ты становишься балованием технологий, то есть система фокусировки Sony уже отработана настолько, что ты просто опускаешь этот момент. И в тот момент, когда ты открываешь коробку, там, допустим, с Panasonic, или с Nikon, или с Canon, и ты понимаешь, что что-то здесь не так, когда ты ее берешь на первую съемку, идешь, снимаешь им не просто там обзор фотика, да, как будучи блогером, а будучи человеком, который работает в этой системе, вот, находится вот в этой вот, как вам сказать, экосистеме, да, съемочной, ты понимаешь, что нет, чуваки, я с этой камерой не сработаюсь. Почему? Ну, потому что я, наверное, ленивая жопа, и я избалован технологиями. И вот, что касается технологий, чуваки, мне очень неприятно читать такие вопросы в личку, да, или комментарии под видосами, когда меня упрекают в том, что с появлением, допустим, Sony A9, Sony не завезла никаких технологий в камере, нет ничего, но как будто бы что-то новое есть в этом Panasonic, чуваки. Ну, давайте не будем считать новинкой, технологическим прогрессом 10-битное сжатие изображения. Ну, давайте не будем это считать новинкой, я вас умоляю. Вы бы еще сказали мне, что MP3-320 битрейт это какая-то технологическая новинка, которая заставляет тебя восхищаться при покупке того или иного телефона в качестве прослушивания там своей какой-то музыки. Ну, не надо, все эти технологии, они уже давным-давно откатаны. Чтобы вы понимали, в наших фотоаппаратах последнее, что самое новое было сделано, последняя новинка внесенная как раз была тройка, и ее система автоматической фокусировки, которая меня и разбаловала. И это по причине которой вы сейчас слушаете вот эту вот всю тягомотину, да, по причине именно этого вы видите мои эмоции направлены на вот эту вот без малого замечательную камеру, но с полным отсутствием автоматической фокусировки, друзья. Да, это все прекрасно, 10-битное сжатие в этой камере. Мало того, забегая вперед, ребята из магаза купили специально под меня эту прошивку, то есть когда я ее получил, я ее распечатал, я полез в меню, я понял, что нет, мы тут не сработаемся. Во-первых, нет автофокуса, во-вторых, нет даже намека на логарифмические кривые. То есть вот из коробки, когда ты покупаешь просто S1, ты покупаешь такой себе, знаете, ну это, вот по-хорошему, это Sony A7II, это вот просто A7II. Это A7II камера, это просто полнокадровый, добротный, дюрабельный фотоаппарат, лишенный всяких видеовозможностей. То есть может быть как фотокамера она и хороша, да, но эта камера лишена, вот она лишена напрочь различных видеовозможностей. Я тут же звонок в магаз, говорю, чуваки, ну мы так каши не сделаем, я не знаю, что мне про нее рассказать, потому что я держу в руках там, ну, Olympus там D5, вот D1 или как он там называет. Ну то есть вот да, это хороший фотоаппарат, но это никчемная видеокамера. Они говорят, таран, сейчас мы все сделаем, плюс я им рассказал про этот рискающий фокус. Дело в том, что эта камера новая из коробки. И знаете, что происходило, когда ты выбираешь объект, допустим, мы пишем стендап какой-то, я выбираю объект, я выбираю лицо, камера определяет лицо, она определяет силуэт человека, но она не хочет на нем фокусироваться. Я пальчиком тыкаю в лицо персонажу, которого мы снимаем, и что происходит? Правильно, камера фокусируется, она держит какое-то время, и когда ты уже стоишь такой расслабленный, о, класс, сегодняшняк, фокус начинает уплывать. Вот по каким-то абсолютно необоснованным причинам эта камера расфокусировалась у меня несколько раз, причем на таких важных нюансах, в таких важных сценах, что вот я опять-таки, это вот один был из тех косяков, которые заставляли меня эту камеру откладывать от съемок. Я просто ничего не снимал этой камеры. Вот и все, пока я не разобрался, и пока чуваки не заслали мне купленную специально под меня платную прошивку, которая и сделала эту камеру похожей на S1 Edge, которая и сделала эту камеру, знаете, на что похожа? Это, скорее всего, по видеовозможностям некая смесь такая Sony A7S Mark II и Fujifilm X-T3. То есть от S7S Mark II у нас есть абсолютно дебильная система фокусировки и полный кадр, хорошая светочувствительность, приятная картинка, очень приятная картинка. Эта камера, вы знаете, я начинаю потихоньку любить вот эту вот азиатскую стекляшку, вот, мне она очень понравилась, и при этом у нас есть некие алгоритмы сжатия изображения, которые есть у нас там, Fujifilm X-T3. То есть здесь есть 10 бит, здесь есть возможность писать Full HD с конским, абсолютно конским битрейтом, это, кстати, будет еще один гигантский плюс для людей, которые снимают различные ивенты, какие-то мероприятия, где не требуется именно 4К разрешения, но эти люди требовательные к цвету изображения, эти люди монтируют все там в DaVinci, они любят подкрашивать, ну, то есть они абсолютно безразлично относятся к 4К. Панас, вот, победитель. Резкость 4К, дохрена в сети, я не буду сейчас вам показывать футажи, я не буду вам говорить, вот, это я снимал на тройку, это я снимал на 6400, вот это я снимал на Panasonic. Ребята, это не имеет для Ютуба никакого смысла делать какие-то футажи, чтобы вы их качали и сравнивали там, нарочито умно цокая языками, поглаживая борд, да, вот изображение, вот тут сразу видно, что это Panasonic. Но я просто тупо решил этого не делать по той простой причине, что, ну, блин, камон, в наш век, в век вкусовщины, в век абсолютно какого-то эгоизма в плане выбора того или иного фотоаппарата, того или иного вида техники или телефона, кроссовок, одежды, это не имеет никакого смысла. Вот смотрите на мои эмоции, вы сейчас смотрите на эмоции человека, который больше 10 лет пялится в экраны камер, который больше 10 лет снимает свадьбы, интервью, мы делаем трансляции, пишем концерты, какие-то футбол, баскетболы, какие-то праздники, пионерские лагеря, выпускные выкупы в подъездах и все на свете. То есть сейчас у нас здесь абсолютно чисто эмоциональная раскладка. Если вы хотите какую-то техническую часть знать про эту камеру, вы можете зайти на сайт Panasonic'а, просто открыть PDF-файл с мануалом и просто почитать про эту камеру, что она может. У нас, как вы уже поняли, здесь не тот канал, где человек стоит с умным видом на сложных щах, пересказывает вам инструкцию, которую он почитал в PDF-файле с сайта производителя. Нет, я делюсь с вами эмоциями, чуваки, это единственное, что у меня есть, я на мой взгляд, единственное, что у меня хорошо получается, это давать какую-то эмоциональную, пускай даже где-то окрашенную оценку тому или иному устройству. Ну, блин, ребята, ну поймите вы меня, как будто бы я сижу на кухне с друганом и говорю ему, чувак, вот эта камера хороша, но у нее есть вот такой вот такой косяк, вот эта камера хороша, но у нее есть вот такой вот такой вот косяк. Это будет объективное мнение, субъективно касающееся того или иного вида деятельности, понимаете, в чем весь прикол? Если ты, как я, записываешь там выкупы в падиках, ты записываешь садики, ты пишешь выпускные, ты снимаешь какие-то свадьбы, которые ты не выставляешь на какие-то международные видеоконкурсы и прочую ботву, если ты не пишешь для телевидения рекламу, тебе нафиг не нужна эта 10-битная компрессия, тебе нафиг не нужна такая скорость в 4К разрешении, это не имеет смысла. Те люди, которые пишут Full HD, они ходят по подъездам, они снимают ивент, они снимают сады, этим людям нужен хороший автофокус, которого в Panasonic просто нет. Это очень сильно удручает, я после этого вообще не вижу никакого смысла что-либо добавлять в эту камеру, что-либо рассказывать еще. За исключением еще нескольких неприятных моментов, связанных непосредственно именно с прошивкой. Возможно, вот первая версия платной прошивки, она была немного глюковата, возможно, еще будут появляться какие-то апдейты. Дело в том, что в моем распоряжении есть официальные луты Panasonic'а, луты, которыми вот люди снимают на Panasonic какие-то релизы, то есть под эту камеру снимаются какие-то футажи, сэмплы. Мне все эти луты скидывали люди, то есть они действительно, часть этих лутов делается специально для разработчиков, часть этих лутов продается, часть этих лутов раздается каким-то блогерам для того, чтобы они на эти камеры снимали какие-то футажи и показывали вам. Ни один из этих лутов не заработал как превью лут в этой камере. То есть в этой камере есть потрясающая возможность ставить превью луты. Как в GH5 с последними прошивками. Ты включаешь камеру, ты включаешь там, допустим, вилок. И на этот вилок, чтобы ты не наблюдал какую-то бледную там картинку, да, такую, размазню непонятно какого цвета, ты просто тупо ставишь свой превью лут, которым ты пользуешься постоянно. То есть лут, под который ты постоянно чего-то настраиваешь, лут, под который ты постоянно что-то делаешь. Ну, например, как вот мой парафал. Я могу получать такую картинку уже глядя в экран камеры, в откидной экран камеры, либо в видоискатель, не имеет значения. Но, к сожалению, почему-то на этой модели каждый лут у меня отображается каким-то шумом. Просто я наблюдаю цифровый шум. Я не знаю, с чем это связано. И самая большая из этого еще выходит беда этой камеры, вот в копилку вот этих вот бед, да, то, что эта камера еще не сильно распространена ввиду новинки системы, ввиду того, что Panasonic тяжело сейчас продвигаться именно в рынок видеографов с новой дорогой системой, в полном отсутствии объектива, какой-либо поддержки. Нету, ввиду вот этой вот отсутствия, этой массовости, нет поддержки от пользователей. То есть нет какого-то определенного коллективного сознания, которое позволило бы мне, например, вот просто залезть на какой-нибудь форум или в какой-нибудь чат и там просто спросить у чуваков, либо почитать факи, да, блин, почему у меня не отображается лату. Вот сейчас этого просто нет. То есть вот приятные какие-то особенности, они превращаются в досадные какие-то неприятности, блин. И вот это вот все складывает вот дурную картину от обладания этой камеры. Вы знаете прикол в чем? Обычная камера, которая мне присылает в магазины на обзоры, там большое спасибо вам всем, чуваки, люблю вас. Вот бывают модели, которые заставляют меня полюбить эту камеру, да, и начать ее желать. Вот, то есть я вот, я попробовал, поигрался, я понял, блин, это вот мне нравится эта камера, как было в свое время с Fuji X-T3, пока я не пошел с ней на свадьбу. Боже, вот блин, ну почему? Ну вот ты заявляешь идеальную камеру на бумаге. Ну блин, ну почему так все получается не идеально, вот именно когда ты берешь эту камеру и идешь работаешь. То есть получается так, что те камеры, которыми я снимаю постоянно, в совокупности, они дают именно для меня вот тот самый удобоваримый какой-то инструмент, который не заставляет меня задумываться о каких-то других камерах, понимаете. То есть нет, безусловно, в моей жизни были моменты какие-то зависти там к той или иной системе, которая там позволяла, допустим, пользоваться меньшей компрессией, да, вот вместо 8 бит. Иногда хочется 10 бит, но я хочу там обильнее покрасить небо. Я хочу покрасить какие-то градиенты, но у меня этого не получается, начинают лезть там какие-то огрехи. Ну и то это только при очень вот прям вот сильном таком закрасе, перекрасе, покрасе, который я в принципе никогда и не делаю. Вы знаете прекрасно, все мои покрасы заключаются только там в накидке лута и ничего глубже, ни в какие дебри я никогда не залазю, в том числе, как и вы, друзья. То есть среди моих подписчиков очень мало перфекционистов, каких-то колористов, которые исключительно, беря там камеру в руки, думают только о покрасе. То есть вот этих вещей нет. И вот все вот эти вот какие-то нюансы, какие-то мелочи, вот эти вот все они начинают сильно-сильно раздражать. Но опять-таки, друзья мои, это сильно мое, сильно субъективное мнение, которое я считаю, высказываю объективно. То есть я перечисляю сейчас те нюансы, с которыми я столкнулся, и решения этих проблем, решения этих вопросов, скорее всего, и не будет. И если прошивкой могут поправить там какой-то лут-вьювер, то автофокус в камере, в которой нет фазовых датчиков, не поправить уже никогда и никакими прошивками. То есть кто бы вам что ни говорил, вам всю жизнь придется с этой камерой поднажимать кнопку фокусировки, либо крутить вручную кольцо фокусировки, либо тыкать в экран пальцем. Это просто вот, вы знаете, лично мое вот субъективное мнение. В 2019, в начале 2020 года, я считаю это просто недопустимым нюансом таким, который, ну, ну, это досадно. Panasonic, это досадно. Я ждал полный кадр от тебя. Я хотел 10 бит, я хотел то, я хотел лут-вьювер, блин. Вот, я все хотел, но это ничего не работает. В сухом остатке в этой камере, кроме полного кадра, не осталось вообще ничего. То есть фактически мы с вами здесь получаем либо камера для сильного-сильного энтузиаста, который снимает статику, да, то есть для человека, у которого есть время выставить фокус, для человека, у которого есть время там не снимать, есть время и возможности не снимать баскетбол, будем так говорить, да. Это камера для этих людей. То есть, да, ты фанат Panasonic, ты энтузиаст, ты привык к тому, что в твоей камере нет автофокуса. Скажем, у тебя там был GH5, это камера для тебя. Потому что все-таки полный кадр, друзья мои, я ей поснимал, я до этого практически почти год снимал GH5. Это разница между этими матрицами, это пропасть. Разница в изображении пропасть. Просто загуглите footage, там, from LUNIX MS1, там, видео footage. Наберите, вы просто, вот, у вас все станет на свои места. В общем, вот такие вот дела. Плюсы, какие-то плюсы у этих камер. Ну, наверное, все остальное это плюс. Полный кадр, удобный хват, огромная батарея, все, это все плюс. Удобная эргономика, меню, это все плюсы. Но, блин, вот ложка, вот дегтя в бочку меда, вот, которая портит все. Вот для меня сейчас, это мое личное мнение, для меня сейчас, в 2020 году отсутствие автофокуса, это очень печально. Я думаю, S1H не исправит эту ситуацию. Все-таки контрастный фокус, это удел, наверное, все-таки энтузиастов, будем так говорить. Не более. Поэтому вот, как-то так, друзья. Если захотите купить эту камеру, переходите по ссылке, говорите, что вы отторона. Я ничего никогда не имею против Panasonic, я не хейтер Panasonic, я, как и все, ждет от Panasonic каких-то чудес. Я жду каких-то чудес от Sony, от Fuji, нет, от Fuji нет, пока они на полный кадр не перейдут. Но, блин, ну где автофокус? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, помогите. Panasonic помоги, сделай автофокус, загони автофокус в камеру. В общем, вот как-то так, чуваки, это был такой, знаете, эмоциональный выстреленный видос. Я не вижу смысла рассказывать там про меню, про кнопки, как то сделано. Давайте я там поснимаю вам там автофокусировку, которой там у нее нет. В общем, ничего такого, ставьте лойсы, подписывайтесь, делитесь этим видео, и сходите в магазин к чувакам, посмотрите на цены, поинтересуйтесь, поторгуйтесь. А я с Panasonic буду прощаться, потому что мне нужно отправлять его обратно, и буду с удовольствием ждать все-таки S1 Edge, и будем с вами посмотреть, что там будет за такой монстр. И пока. Пока, друзья. Вы не забыли, что здесь две камеры, какая-то из них Panasonic S1, какая-то из них 8-бит, а какая-то из них 10-бит. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»